всех приветствую на своем канале с вами йорн и сегодня дорогие друзья мы продолжаем рубрика странник 2 сезон 13 серия в этой серии мы просто пройдем мистический лабиринт я покажу стандартно как я это делаю многие просят кучу подписчиков пишут сообщения что ты делаешь на что расставляешь акцент и соответственно какие ошибки вам не надо делать что пройти его гораздо легче скажу по правде не всегда я прохожу на сто процентов если не получается убить в лица просто ставлю героя первого уровня он умирает и прохожу дальше но в большинстве случаев наверное в девяносто пяти процентах я прохожу и давайте мы с вами это сегодня сделаем залетаем мистический лабиринт я уже его начал немножко проходить первую полоску взял и из наемников по моему здесь я подобрал илью и лейву лишним не будет этот герой очень хорошо залетает в мою пачку какие же дальше здесь есть наемники во-первых мигира здесь можно взять киль тура давайте пойдем по левой стороне через усиленный отряд набирать максимально хорошие реликвии ставим шемку вперед брутуса тоже вперед позади будет ардем и поставим еще лику когда наберем энергию поставим других героев к в лицу я стараюсь набирать максимально энергию многих героев чтоб потом когда вы уже подойдете к нему были варианты поставить каких-то других героев и пройти так будет гораздо легче добиваем белку энергию набрали и идем дальше здесь берем восстановление здоровья от смертей противников забираем киль тура можно было конечно через него вообще не идти киль тур не особо здесь ничем не поможет но может быть пригодится на протяжении прохождения давайте наберем дальше энергию основной команде шемка за секунду сейчас здесь всех распылит все до убили без проблем это прям просто сказка со второго боя вестник огня выбить это просто великолепно значит в лица мы уже точно заковыряем берем фонтан и идем дальше через усиленные отряды убираем наших дикарей ставим дополнительных геройчиков фокса поставим тоже где-нибудь пригодится где надо будет снять ульту брутуса потому что ульта фокса снимает как раз таки положительные эффекты а вот это вот пониженное здоровье брутуса это эффект здесь усилим громил потому что другого варианта здесь лучше не возьмешь идем налево через усиленные отряды и сейчас вот в этой повозке или в лагере наемников посмотрим что там можно взять закидываем ульту шемки быстро всех плавим киль тур еще развлекается так здесь варианты очень хорошие можем усилить шемку а можем взять ледяную звезду она будет спасать героев на смертельно раненых моментах бою поэтому давайте возьмем звезду лишней не будет тем более она легендарная реликвия здесь никого мы не будем брать и идем налево убиваем данного противника тут еще нара стоит злый дня нара мне очень сильно нравится и в более поздних этапах в компании очень хорошо себя проявляет н-ку мы набрали героем здесь усилим здоровье и защиту за каждую элитную легендарную реликвию дальше идем через алтарь воскрешения и убиваем фитального босса на первом этаже здесь вообще можем убрать всех героев и драться одним брутусом с шемкой точнее брутусом и шемкой можем вообще просто одну шемку поставить и добить противника все без проблем убили берем атаку кстати многие постоянно задают вопрос а засчитываются ли предыдущие победы если вы берете данную реликвию нет не засчитываются они начинают считаться и добавляться за каждую победу по 5 процентов с того момента когда вы взяли данную реликвию поэтому атаку очень стоит разгонять при прохождении первого второго этажа если вы атаку шанс критом и критом силой крита точнее не разгоните то убить в лица будет очень очень сложно здесь повозки нет ничего интересного здесь вот бадом в принципе интересный вариант взять его на убийство в лица а давайте мы сделаем по хитрум мы пойдем по правой стороне потом возьмем фонтан и возьмем повозку с бадом будет просто супер так здесь мы уберем брутуса и оставим одну шемку она должна зарешать или нет нет она здесь не зарешает что-то прям как-то сильно больно давайте добавим команды поставим обратно наших дикарюшек вот так вот ускоримся ульта шемки блин кельтур просто мега живучий вражина он погиб а призраком добил моего ордена ну ничего страшного такое бывает усилим дикарей дальше идем через правый отряд здесь я уже думаю что шемка справится с фракции носителей света без проблем тем более вестник огня есть понижает атаку да добивает всех фракционное преимущество свою роль сыграла что сегодня за день дорогие друзья смертельное объятие это просто круто берем смертельное объятие так мне давно не везло прям выпадают реликвии на видео прям по заказу берем бадена дальше идем по левой стороне я надеюсь там будет более усиленные отряды если нет то через центр через фантайчик перейдем потом на правую сторону закидываем ульту шемки вестник смерти еще поможет добивает да это чё такое то вы чё умирать то не хотите вообще что хендрик прям здесь стойку встал вообще прям напрёкся конкретно чувак так с правой стороны внизу сильный отряд с левой вторую сильный отряд давайте на удачу пойдем по левой стороне надеюсь мне попадется второй усиленный отряд здесь поставим команду и поставим киль тура с баденом как я больно раздаю вы просто посмотрите но собирал героев из положить не пренебрегайте наемниками наемников я часто беру и кстати кстати смотрите второй отряд усиленный это супер значит или элитная или легендарная реликвия точно будет возвращаемся к тому что наемников стоит брать многие говорят а стоит ли брать стоит я всегда наемников беру мне не помогает тем более чем выше уровень прокачки тем лучше наемники защиту возьмем посмотрим кто в полоске полоски никого интересного для нас нет и идем в левую сторону закидываем мультуршемки блин или вы его чуть не погибли прям на минималках прожили с ними возьмем кстати рассеющую стрелу обязательно берите рассеивающую стрелу если выпадает она снимает положительные эффекты если герои задней линии атакует противников очень крутая штука тоже снимает эффект пониженного здоровья брутуса если допустим смертельное объятие не выпадает это вот это вот реликвия а выпадает рассеивающая стрела обязательно ее берите маст хэв вообще реликвия просто люто крутая ох ты как фильтуру там смотрите как прилетела надеюсь никто не погибнет тором тором очень опасен может кого-то добить нет прошли на минималках просто два героя это конечно неприятно давайте понизим урон по своей команде и дальше пойдем уже на третий этаж здесь может что-то взять здесь нет вот кстати многие задают вопрос а стоит ли брать вот этого босса ну то есть его надо убить и тогда вы получите в награду героя я его очень редко бью потому что если здесь допустим баден который хорошо бьет в рица или какой-то нужный герой из фракции носителей света да я бывает убиваю но последнее время я не бью потому что они какие-то лютые и злые если вы взяли конечно хорошие реликвии пройти его гораздо проще если вы не усилились хорошими реликвиями то шанс что вы его бьете очень легко маленький а он вам доставит больше проблем если вы этого противника не убиваете вы дальше пройти не сможете здесь не работает фишка как с фрицем но в лица если не получается убить в лица вы просто ставите героя первого уровня переигрываете бой герой погибает и вы идете дальше никак вообще не нанеся себе вред основной пачки именно той main пачки пяти героев которыми вы проходите здесь это не сработает и мне как-то один раз кидали скрины один из игроков подписчиков потратил 13 слез я не знаю как он так умудрился ну за что купил зато и продал в общем вот такой вот в игре происходит покрутимся брутусом побыстрее убить ирона он очень злой так или его его погибли и я в атакат короче не успел перезапустить бой ну ничего страшного давайте усилим передовую хотя можно было могилу рожденных усилить обидненько конечно сколько у меня слез слез 14 если не получится убить моей стандартной пачкой в лица восстановим энергию и здоровье и заодно воскресим или и вы его ну ничего такое бывает под конец боя просто вообще не успел прожать чтобы бой переиграть маленькая неприятность и чем дальше вы идете по третьему этажу тем больше проблем начинает доставлять противники вы посмотрите как тази здесь раздает болен неприятненько контроля тази она начинает прыгать и вот это вот ее прыганье блин чё такое давайте поставим дикарей даже если не мора погибнет то ничего страшного не будет блин какой же ульмус все-таки живучи вообще многие этого танка просто недооценивают сейчас этот тази еще и наваляет моему брутусу на тебе все добили ну ничего страшного дикари погибли это конечно не очень хорошо но я думаю довриться мы дойдем без проблем пойдем по левой стороне если что воспользуемся слезами ничего страшного не всегда так все гладко как хотелось бы поставим ферреля без контроля конечно будет сложновато ну ничего страшного да фракция носителей света и брутус просто за секунды погибли здесь усилим шинку идем через усиленный отряд и потом будем бить в лица закидываем ульту до прошли без потерь этой пачкой я надеюсь мы затащим самого в лица повысим фракционное преимущество и нападаем на в лица фракция носителей света в лица убивать гораздо интересней потому что во первых фракционное преимущество плюс 25 процентов к урону и он тает гораздо быстрее я сегодня уже прошел в лица на основном и на твине вообще было очень легко я также брал наемников и мне повезло на героев носителей света по хп снесли быстро а дальше очень медленно все идет вы просто посмотрите как медленно смертельное объятие добьет в лица до добили в лица забираем финальную награду 10000 турнирной арены потом купим какого-нибудь героя выбираем через какую сторону пойдем здесь пачка громил и один герой дикарей давайте пойдем направо хотя противник здесь сильнее ничего страшного поставим фокса поменяем брутус ашимкой и нападаем убираем авто накапливаем энергию к следующему бою баден погиб но ничего страшного это предпоследний бой и уже здесь это сильно как-то не роляет идем через алтарь воскрешение кого-нибудь воскресим и нападаем на финального босса 3 этажа поставим для бонуса кого-нибудь из фракции могил рожденных ну вот так вот торона он кинет еще свою порчу и лишним не будет а ульта ошемки под двумя вестниками сделать свое грязное дело ну не мора прям вообще там выхиливает сейчас шенка зарешает главное чтоб вражеская шенка меня не зарешала ухты смотрите как она вытаскивает бой то прям битва двух титанов да все отъехал шенка вражеская закрываем мистический лабиринт вот так вот дорогие друзья я без затрат слез прошел в этот раз но странники мистический лабиринт надеюсь эта информация была полезной ставьте обязательно лайки подписывайтесь на мой канал и если хотите увидеть как я прохожу мистический лабиринт на основном аккаунте напишите это в комментариях пока пока увидимся в следующем видео